Значит, хорошо, дорогие друзья, всем доброе утро, всем привет из Иерусалима. Сегодня наш урок посвящается свадьбе Якова Шатадина. Сегодня Яков Шатадин женится, чтобы Бог дал ему в добрый час, как говорится, знаете, в добрый час, чтобы было у него благословение в семье, чтобы это было ему и всему вообще миру, всему еврейскому народу, всем было в радость. И чтобы он построил дом, настоящий дом в Израиле. И, значит, чтобы был у него шломбайт. Вот это самое главное, зачем люди женятся, чтобы создать шалом в доме, чтобы создать шаломбайт. Да, шаломбайт, вот из Харькова как раз, да, Бойко Бьюти Харьков. Как раз сегодня в Харькове женится, тоже, видите, я из Харькова, Яков Шатадин, он из Одессы, но он женится сейчас в Харькове, и его жена из Харькова. Отлично, значит, видите, как все происходит, интересно. Интересно. Харькова это как Харан, Харан, как Авраам из Харана был. Так же Харьков, наверное, как Харан. Мазаль Тов, да, чтобы был ему хороший Мазаль. Мазаль это хорошая судьба. То есть, Мазаль это как влияние с неба. То есть, с небес идет влияние, и человек находится под этим влиянием. Вот чтобы у него был хороший Мазаль, значит, и у него в его семье. Все, мы продолжаем изучать Хитос. Это Хумаш Таня Тейлим. Сегодня у нас 29 число месяца Тишрей. Кто забыл? Сейчас месяц Тишрей. И как раз вот здесь отрывочек из 365 размышлений Рэбе. И сегодня как раз попался ему на день его свадьбы. Совет такой Рэбе. Хорошая жена заставляет мужа стремиться к правильным решениям делам. Вот прямо Рэбе дал ему тоже благословение любавищести на его свадьбу. Да, что прям видите, хорошая жена заставляет мужа стремиться к правильным решениям делам. И чтобы они с женой, они прямо развили Ваикру, чтобы мы хотим развить Ваикру, сделать центр Ваикра в Израиле. Такое, что можно было приезжать, делать свадьбы в Израиле, делать обрезания, бармитцы и так далее. Хорошо. Значит, и сегодня мы продолжаем изучать недельная глава Ноах. И мы находимся как раз в седьмом ПРТ. И здесь рассказывается о том, что Мабуль, вот этот потоп, он длился целый год. Можете себе представить? Целый год. Но он длился целый год неравнозначно. Целый год вот там дождь был. Все было разделено на периоды. Вначале, когда начался дождь, и был Мабуль, 40 дней написано на земле. И поднялись воды. 40 дней лил дождь. Лил ливень такой прямо вообще. И поднялись воды. И поднялись, поднялась Тейва. Поднялся этот ковчег. И начал он, поднялся он над землей. То есть вода поднималась, поднималась, поднималась. Да, Яша, поздравления. Поднималась, вода поднималась. И ковчег, он поднимался вместе с водой. И крепли воды написано. Ваикберу, амаем. Крепли воды. И ваербумаот. И очень умножались они на земле. И значит плыла эта Тейва по поверхности воды. Интересно, что здесь Раша добавляет, что крепли воды. Имеется в виду основная вода была от бездны, а не от неба. То есть оказывается, вот в последнее время ученые обнаружили, что внутри земной поверхности, да, вот есть земля. Там внутри океаны, подземные океаны. Можете себе представить, что внутри земля частично заполнена подземными океанами. И вот эти подземные океаны в тот момент, они поднялись из-под земли. И значит, когда они поднялись из-под земли, то вода поднималась, поднималась из-под земли, лилась с неба. В общем, вода, вода, она все смыла. Все смыла вода. Интересно сейчас, если кто хочет обнулиться, кто хочет обнулиться максимально, то он что должен сделать? Пропал звук, да, пишут в инстаграме, пропал звук, не знаю, что сделать, звук пропал, да, пишут. Как же это обидно, что в инстаграме пропал звук, хотя ничего я для этого не сделал, чтобы он пропал, но и не могу вернуть. То есть я как было, так... Значит, переходите на фейсбук, переходите, пожалуйста, на фейсбук. Я ничего не менял, то есть и звук, вот он был, теперь его нет в инстаграме, нет звука. Значит, переходите на фейсбук, ничего не могу сделать, я ничего не менял в инстаграме, он просто, звук исчез, просто звук исчез. Почему звук исчез, что сделать, не знаю. Все, я не буду сейчас заниматься инстаграмом, переходите на фейсбук, 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 фейсбук. Хорошо, на фейсбук все хорошо. Извиняю, значит, раз звука нет на инстаграме, значит, может он появится, я тогда не буду прекращать. Все, занимаемся на фейсбуке. Значит, воды поднимались, и уже они покрыли, покрыли воды всю, всю поверхность земли. Ну, нет звука, значит, все, выключаемся, завершить. Значит, все. Секундочку, извиняюсь. Значит, поднялись воды, поднялись, усилились, усилились, усилились воды, и, значит, что? Поднялись воды 15 локтей выше, чем самые высокие горы, и покрыли, покрыли поверхность земли. Значит, дальше я не буду рассказывать, как развивался потоп. Вы можете взять, спокойненько скачать эту книжечку и прочитать ее. Значит, тут есть все подробно, на русском языке, с комментариями Раши. И действительно, это нужно сделать, зайти в телеграм-канал, и оттуда ее скачать, и прочитать. Но, но. Значит, смотрите. Самое, на что я хотел обратить внимание. Прошел год, прошел год, прошел год, и 40 дней шел дождь, потом воды 150 дней они пребывали, 150 дней они убывали. И вот уже 340 дней закончилось, и тут, значит, все. Ноах смотрит, солнышко, воды убывают, и он понимает, что потоп заканчивается. Все, закончился потоп. И что он делает? Он посылает орла. Не орла, посылает он, у него был ворон. Посылает он ворона. Послал он ворона, значит, и этот ворон, и выпустил он ворона, и вылетел тот, отлетая, возвращаясь, пока не высохли воды на земле. Ворон летал, летал вокруг ковчега. Летал он вокруг ковчега, полетал, полетал, полетал. И что? Летал, значит, вернулся некуда, то есть Ноах понял, что еще пока земля не сухая. Потом он выпускает, через неделю выпускает голубя, чтобы посмотреть. И выпустил он голубя по истечении 7 дней. Значит, отпустил он голубя, но голуб не нашел покоя для ноги своей, и возвратился в ковчег. Значит, Ноах взял его обратно. И ждал он еще 7 других дней, то есть он еще 7 дней подождал. И отправил потом голубя еще раз. И прилетел к нему голубь с оливковым листочком. То есть уже голубь нашел где-то оливковый листочек. Теперь замечает тут Раши, замечает Раши. Сейчас, секундочку. В общем, не нахожу этого Раши, но смысл был в чем? Что Ноах не сидел и не ждал. То есть он посылал, раз посылал, второй посылал, третий посылал. И на четвертый раз уже голубь не вернулся. Что мы отсюда учим? Вот вы видели, только с четвертого раза попытка Ноаха увенчалась успехом. То есть голубь вернулся только в четвертый раз. Получается, что вот здесь тоже действует вот этот закон, который потом сформулировал Паретто. Был такой итальянский ученый. Он говорит, смотрите, здесь 20% усилий дают 80% результатов. А 80% усилий дает всего 20% результатов. Мир так устроен, что даже Ноах, даже праведник Ноах, он предпринимал усилия. И три из четырех усилий были, они безрезультатные. Послал ворона, ворон вернулся ни с чем. Послал голубя, голубь ни с чем. Еще раз голубя с листочком. И только четвертый раз уже получилось у него, у Ноаха, с голубем он понял, что потом закончился. И вот я не нахожу этого Раши, но я его когда-то видел, что зачем он посылал этого голубя постоянно, да? Ведь он мог сидеть спокойно и ждать. Так, почему же он его посылал? Значит, почему он его посылал? Сейчас. Это, по-моему, сейчас я найду, где я это видел. Это было, по-моему, раньше. Мудрая сторона каждый день, да. А, вот это, это как раз мудрая сторона каждый день, это вот здесь был комментарий. Что, значит, Ноах не покидал ковчег, пока Бог ему не позволил это сделать. Так зачем же он посылал птицу? Он мог сидеть и ждать, пока Бог ему скажет, иди, вставай, значит, выходи из ковчега. Но он предпринимал усилия, даже находясь в ковчеге, даже находясь под полным контролем Всевышнего. Он сам лично делал усилия. И вот этот вот момент очень важен в жизни, очень важно его понять. Рассказывает известную историю, как было наводнение. Наверное, вот как раз кто-то придумал этот пример, изучая главу Ноах. Как было наводнение. И один человек, он сидел, значит, залез на вершину своего дома. И ему люди говорят, садись к нам в лодку, спасайся. Он говорит, нет, меня Бог спасет. Значит, уже в лодке все уплыли, вертолет за ним послали. Вертолет к нему подлетает, кидает ему лестницу. Он говорит, нет, я буду сидеть здесь, меня Бог спасет. И в итоге он утонул. И когда он утонул, его на небе судили за самоубийство. А он говорит, какое же это самоубийство? Я же надеялся на Бога. А ему говорят, тебе Бог посылал лодку, тебе Бог посылал вертолет. И получается, что то, что ты не принимал помощь от Всевышнего, это как самоубийство. Но, но, здесь даже больше еще. Мы видим на примере Ноаха, что он не ждал, пока Бог ему пришлет помощь. Он посылал птицу, посылал птицу, посылал птицу. И потом, когда птица уже последняя не прилетела обратно, тогда Ноах сказал, все. Значит, я понял, потом закончился. Понятно, да? Теперь спрашивают, задают вопросы, а как очищаться, да? То есть, как очищаться? Мы видим, что вода, это была вода потопа, это было то, что, можно сказать, миква для мира, очистила мир. И поэтому, поэтому есть, например, в Цфате есть миква Аризеля, куда окунался великий мудрец Аризель, который был великий мудрец, жил он около 500 лет назад в Цфате. Это родниковая миква, родник, который наполнил такой, как каменный бассейн. И когда туда окунаешься, как раз это родниковая вода, которая прямо течет из недр земли, вот эта чистая вода, которая была еще того времени, когда был сотворен мир. Это вот источник, называется миква, да? Родниковая вода. Она очень сильно очищает. Есть вот такие источники, они есть, например, в Меджибаш, в Гадичи. То есть, любое важное место для духовной работы обязательно евреи и мудрецы, они каждый день окунаются вот в эти родниковые источники для того, чтобы очищаться духовно, для того, чтобы обнуляться. Теперь тот человек, который хочет использовать этот способ. Может найти какой-то родниковый источник. Я думаю, что они есть практически в каждом городе. Точно так же действует море, точно так же действует океан, точно так же действует озеро. И в любой синагоге есть миквы. Миквы это как раз вот эти вот источники. Теперь само вот это вот опускание в микву, оно как раз должно быть с намерением смыть себя, да? Как бы смыть, очистить себя все старые программы. И оно должно быть, должно оно быть, ну обязательно без всяких препятствий, без одежды, без всего. Кстати, сегодня вот Яков Шатадин перед свадьбой тоже обязательно есть такой обычай. День перед свадьбой жених и невеста постятся. Они не едят и не пьют вообще ничего целый день. И они окунаются в микву. И когда они женятся, да, под купой, то им прощаются абсолютно, то есть они как бы обнуляются и начинают абсолютно новый цикл, как две новых личности, которые соединяются в одну новую сущность, да, на небе. То есть их задача соединиться в одно целое. И вот еще раз тогда мы желаем Якова Шатадину и его замечательной жене, мы желаем, чтобы они соединились в одно целое. И это самая большая духовная работа для человека в этом мире, создать вот это вот единство и шаломбайт у себя в доме. И если мужчина удостаивается, так жена становится ему помощником. То есть жена это как индикатор, насколько у человека все хорошо внутри, с Богом, с собой, с людьми. То есть жена это такой явный индикатор того, что он в духовном плане действительно развитый. Вот, поэтому это тяжелая духовная работа. Мало кто ее выдерживает, потому что проще, намного проще уроки проводить. Вот я вам честно скажу, что если сравнить, что проще, быть хорошим мужем или хорошим преподавателем, так мне в миллион раз проще быть преподавателем. В миллион раз проще, потому что провел урок, выключил и все. Хорошо, дорогие друзья, всем удачи, успехов, чтобы был хороший день, чтобы была хорошая. Какой будет день, такой будет месяц, год. И скоро у нас, кстати, вот Рош-Ходыш будет, начало месяца будет, буквально в четверг, в среду в четверг. Йом-Рыви, Йом-Хамиши. Все, друзья, удачи, успехов, всем хорошего дня. И мазальтов Якова Шатадина. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...